Кухня ЖКХ Кухня ЖКХ Балконы относятся к общедомовому имуществу и вроде управляющей компании ими и заниматься. Почему тогда и жителям может достаться? В серии старых домов они шли не остекленные, не закрытые и все переоборудование было выполнено самостоятельно жильцами этих квартир. Кто во что горастет, стекла от автобусов бывает и так далее. Правила различные использования имущества домового, они все равно существовали. Например, 170-е постановление уже довольно старое, по которому самовольная установка козырьков, веркеров, балконов, лоджий. Застройка межбалконного пространства не допускается. Подлежит согласованию с органами местного самоуправления. Если у вас нет такого согласования, значит это все выполнено незаконно. Скорее всего, у большинства кировчан и нет никаких официальных согласований на переоборудование балконов. Тем более, что часто козырьками и остеклением занимались предыдущие хозяева квартир. Получается, если что, разбираться правоохранители будут только с владельцами квартиры. Конечно, управляющая компания не снимает в себе ответственности, поскольку она обслуживает весь дом, всеобщее домовое имущество. Но конструкция домов в некоторых случаях не позволяет дотянуться даже. Поэтому стараемся жильцов оповещать, вывешиваем объявления, просьбы. А если вам затруднительно по каким-либо причинам самим почистить балкон, можно обратиться в управляющую компанию за помощью. Там тоже заинтересованы в безопасности. А у нас в гостях был генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт» Сергей Торохов.